Девушки отдыхают Это проект о людях. О большом количестве прекрасных людей. Что делает их такими близкими друг к другу? Во что они верят? Как живут? Что едят? На каком языке говорят? Все это вы узнаете в новом сезоне. Трое ведущих. 50 национальностей и одна большая страна. Проект Национальность.ру. Второй сезон. Это проект Национальность.ру. Я Наталья Неведрова. Сегодня я познакомлю вас с турками-месхетинцами. Турки-месхетинцы – это особая народность, причисляющая себя к туркам и проживающая на территории девяти стран. Кто они такие? Какова их история? И как они живут сейчас? Узнаем в этом выпуске. Всем привет, я Наталья Неведрова. Мы отправились в Ростовскую область для того, чтобы познакомить вас с турками-месхетинцами. Что это за народ? Какие у него традиции? И пьют ли они турецкий кофе? Узнаем прямо сейчас. Турки-месхетинцы ранее жили в Месхетии, но сейчас проживают по всему миру. Часть из них находится в Российской Федерации, в Ростовской области. Но вы называете сами себя месхетинцы. Знаете, месхетинцы потом уже придумали в 89-м году, потому что мы жили в Месхетии, Джавахетии, это в Грузии. А изначально вы как себя называли? Мы были турки Ахысха. Ахысхинские турки, да. А что это значит Ахысха? Это Ахысха, это райцентр считается. Именно там Паша Лик был. Паша, знаете, да, Паша? Как это? Султан Паша. Вот Паша там. Главный. 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 Паша сидел вот в этом Ахысхае. Прекрасно. Мне кажется, здесь отлично пахнет гостеприимством. Я считаю, что нужно следовать дальше. Кто ходит в гости по утрам, тот ведущий проекта Национальность.ру Натали Неведрова. Где мы находимся, это настоящая ферма. Турки-месхетинцы занимались всегда сельским хозяйством, животноводством. И, как вы понимаете, рабочие руки нужны всем. За дело. И я решила познакомиться с бытом турок-месхетинцев с помощью Мадины и... Как зовут нашу корову? Каштанка. Каштанка. Отлично. Мадин, помогите мне, пожалуйста. Я знаю, что вы все с утра это всегда делаете. Да. Дорогая моя, прости, пожалуйста. Вот так. О-о-о-о. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ага. А, все, ну да. Вот так. О-о-о, пошло. А правда, что у вас вот семьи стараются вот дома рядом друг с другом покупать? Должны все вместе жить, да. Это традиционно, да, так сложилось? Но ведь турки-месхетинцы, они изначально земледелием занимались. Да. Смадин, верно? Да. Все заливается. Мы процедили молоко, и теперь заливаем его куда, Мадин? В сепаратор. В сепаратор. Чтобы сделать что, Мадин? Сметану. Сметану. Вот смотрите, у нас же с этой стороны молоко, с этой сметана потихонечку идет. А мы с Мадиной сейчас пойдем... Сделать домашний сыр. Сделать домашний сыр. Так, ну что, сыр наш готов. Да. Выглядит он как тесто. Сделать домашний сыр. Скажу я вам. И как он правильно называется? Сетельпение. Это только вот турки-месхетинцы так его называют? Да. Вот смотрите, вот это вот сюда крутите, вот так. О, Господи! А это вот сюда крутите. Вот так? Да. Ну, я вам скажу, конечно, с непривычки это делать очень сложно. Как и у многих других тюркских народов, у казахов, у узбеков есть в доме вот такая вот большая гостевая комната. И здесь проводят время с семьей, приглашают гостей, просто посмотреть телевизор, отдохнуть, пообедать за таким вот низким столом. Делают, как привыкли, как раньше, сидя на земле. Современная культура турок-месхетинцев, некогда очень близкая к турецкой и грузинской, имеет среднеазиатский колорит. Популярны народные развлечения, пение и хоровод. Особое место в фольклоре месхетинцев занимают религиозные мотивы, которые тесно связаны с мифологическими представлениями. Самыми популярными народными музыкальными инструментами являются большой барабан «Давул» и «Зурна», задающие тон на национальных праздниках. Это наш национальный традиционный танец. Называется, это танец «Ахасхабар». Вначале вот кто сперва танцует, да, он должен иметь в руке платочек, типа ведущий этого танца, чтобы все под него подстраивались. Ну, танцуют и мужчины, и женщины. Да, танцуют и мужчины, и девушки. А что вот значит у некоторых девушек, я заметила, белый наряд, у меня вот бордовый? Ну, вообще-то в белом это получается невеста, а остальные это подруги невесты. Мне очень хочется узнать поподробнее о национальном костюме, предлагаю это сделать прямо сейчас. Расскажите, пожалуйста, что за костюм, какие особенности у него есть? Он, конечно, и выглядит роскошно, и мне в нем так комфортно, удобно, и хочется танцевать. Это наш национальный костюм, костюм для незамужних наших девушек невинных, расшитый вручную костюм. Вот на вас сейчас бордовое платьюшко, да, оно означает, что вот вы незамужная и незасватанная. Невесту мы одеваем под этот, как бы, верх, одеваем белое. Девушки одевают вот такие пояса, которые сейчас на вас. Невесту мы выделяем серебряным поясом, одеваем ей шапочку, как халичек называется. Шапочка прям? Да, прям шапочка тоже такая, расшитая вручную, и сверху платок большой. Я слышала, что невесты еще несколько дней носят свадебное платье. У нас девушки в свадебном платье ходили 40 дней. Потом с разрешения свекрови и свекра она снимала, как бы, этот свой наряд и одевает платок. И, как бы, показывая платком, что она уже вышла замуж. У нас еще такая вот традиция, что родители не присутствуют на свадьбе невесты. То есть невесту забирают, а родители вслед за ней на свадьбу не едут. У нас так не полагается. А потом они приезжают? Да, потом они, у нас есть такое обычай, что родители с подарками уже через неделю едут в дом жениха. Теперь понятно, почему девушка носит платье еще в течение некоторого времени, чтобы своим родителям показаться. Конечно. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы натанцевались, напелись, на музыкальных инструментах наигрались, узнали о национальном костюме. Давайте продолжим дальше наше знакомство. Большинство турк-месхетинцев – мусульмане. Ислам во всех его проявлениях определяет многие сферы жизни этого народа. Чтобы узнать, какие именно, мы отправляемся в Волгодонск. Турки-месхетинцы, носители турецкого языка, являются тюркскими нациями. К исламу они пришли в XIII веке. У турков, как и у других религий, Коран является путником. Где бы мы ни были, наше общение, наши правила, все основывается на священном Коране. Не важно, кто какой профессии, не важно, где он находится, как он не находится. Если пришло время совершить намаз, он встанет и совершит намаз. Если ему нужно принимать какое-то решение, он будет принимать это решение согласно Корану, согласно Исламу. Даже если нет мечетей, у нас есть молильные дома, в которые мы можем прийти, помолиться. Конечно, они есть не везде, но идем к этому, стремимся к этому, шагаем потихонечку. Надеемся, что скоро будут везде, в каждой деревне, в каждом селе и в каждом городе. Потому что это неотъемлемая часть как турков, мескетинцев, так и всех мусульман. Что касается национального языка, вот этот турецкий, он все-таки берет исток у старо-турецкого, или Грузия свой отпечаток оставила? Находясь в других странах, допустим, в Грузии, Средней Азии, ничто на язык не повлияло. Ну, соответственно, как в разных языках присутствуют слова произношения местных, допустим. Диалект. Диалект, чужие, допустим, слова. Они существуют, единицы там есть. Если говорить на этом языке, кто из народов еще поймут? И азербайджанцы, и киргизы, и казахи, и туркмены, даже российские татары. Вот мы друг друга понимаем. Конечно, слова произношения разные, но смысл-то один. Ну, научите меня, вот что я должна, какую фразу точно знать. Меня зовут Натали. Бенем Адам Натали. Бенем Адам? Бенем Адам Натали. Бенем Адам Натали. Я приехала познакомиться с вами. Таныш Олмах Истиюрум. Таныш Олмах Истиюрум. 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 Это я хочу познакомиться с вами. Я знаю, что у вас есть традиция, когда невестка приходит в дом, свекруха, так ее называют, свекруха, должна всему невестку научить. Чтобы как мама для сыночка своего готовила, так и невестка должна. Отлично, я готова. Ни разу не готовила лепешки из тандыра. Научите меня. Вот так берем, да. Давайте вы одну возьмете, да, и я одну возьму. Делаем. Вот так, видите? А-а-а! Да, у нас лепешки красота вот эта. Как же вы ее так руками выделываете? Здесь есть специальная форма. Сейчас буду пробовать. Да. Теперь чуть-чуть руками открываем, вот так. Все. Теперь вот эту штучку, вот так, чтобы здесь это была. Листинка красивая. Так, посередники. Сначала посередники, потом краешки. Можно, сильно не надо. Ага. Полвлечки. Ну что, мы в печку уже готовы? Ну да. Вот так. Что наоборот? Потом. Чуть-чуть. Чуть-чуть. А это что, это масло или молоко? Это молоко. О, молоко. Ну молоко чуть-чуть, вода добавляется. Сейчас мы в тандыр сходим и вернемся. Ух, ух. Вот он мой. С цветочком. Смотрите, какая красота. Это все надо доставать, уже готово. Ой. Вот тут у нас один пригорел чуть-чуть. Я бы никогда в жизни не поверила, что это без молока, без всего. Просто вот все-таки, мне кажется, тандыр делает свое дело. Ну да. Приготовили своими собственными руками традиционную лепешку. Познакомились с национальной кухней турок-месхитинцев. Конечно, поняли, что кухня связывает множество народов. Но самое главное, что их связывает, что это невероятно вкусно. А еще турки-месхитинцы часто едят плов. Чтобы сделать его более сытным, добавляют много масла. Жир обжаривают в казане с бараниной, травами и специями. И заедают его, конечно же, лепешкой. Ну а мы отправляемся дальше знакомиться с этим народом. Как и многие тюркские народы, турки-месхитинцы продолжают жить большими семьями, сохраняя ценность и связь поколений. Это действительно так. Отцы семей даже стараются по возможности приобрести жилье для своих сыновей рядом с родительским домом, для того, чтобы вести общее хозяйство и всячески поддерживать друг друга. Женский костюм должен прикрыть руки и ноги. И да, конечно, это действительно так, как и у других народов, которые исповедуют ислам. А вот замужние девушки надевают платок. Существует стереотип, что любой гостеприимный турок встретит вас с чашечкой кофе. Ну, нужно сказать, что насладиться кофейным напитком, приготовленным на песке, нам не удалось. Турки-месхитинцы похожи на другие народы тюркской группы, но имеют свои собственные особенности. Они очень эмоциональные, шумные, любят шумные застолья и до сих пор собираются большим семейным кругом. Как и у армян и азербайджанцев, их национальный инструмент – дудук. А традиционная кухня пересекается с грузинской, таджикской, татарской, узбекской. На их столе всегда можно встретить традиционных плов, хинкал, лепешки из тандыра, ну и, конечно же, домашний сыр. Турки-месхитинцы относятся к народам без родины. Но, несмотря на это, они продолжают бережно хранить свои культурные ценности и быть вместе, даже находясь далеко друг от друга. Это проект Национальность.ру. Я Наталья Неведрова. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok